Я помню, когда я был маленьким, я ходил на рыбалку, и у меня была счастливая блесна. Как только я закидывал удочку в воду, то через пару секунд я уже вытаскивал радужную фарель, потому что моя приманка была неотразима. Если так подумать, то люди очень похожи на животных. Потому что иногда мы реагируем без того, чтобы подумать. Сегодня в видео, господа, 10 вещей, перед которыми женщины не могут устоять. Первым в списке у нас что-то яркое. Это аксессуар, который отличает вас среди остальных. Что-то очень неожиданное и очень приятное. Например, хорошая ручка. Да, я читал истории, когда мужчина по работе одолжил женщине ручку, а она такая. Вау, какая красивая ручка. Таким образом, ей становится интересно узнать больше об этом парне. Он ей кажется уже интересным человеком. И да, ребята, это мелочи, например, как запонки или часы. Вообще, то, что вы решили надеть аксессуар. Некоторые могут назвать это выпендрежем, но я бы так не сказал. Для меня это как часть костюма, нечто функциональное. Нечто такое, но такое я не говорю, что вам надо надеть яркую шляпу. Я говорю, что вам необходимо владеть шляпой. Если вы решаете носить головную борту, вам необходимо чувствовать себя в нем комфортно. Найдите нечто, что с вами резонирует. Лично мне нравятся функциональные вещи. Но вам надо нечто, чтобы выделяло вас на общем фоне. Это, конечно, не работает для всех. Вы заметите, что некоторые женщины даже не обращают внимания. Но это хороший повод начать разговор. А именно это нам и нужно. Теперь перейдем к коже. Чувствуете, что в этой куртке и в спортпиджаке создаются совсем разные впечатления. В нем я гораздо сильнее и мужественнее. Именно такой сигнал посылает кожа. Это доказали исследования, и это подкрепляется в медиа и истории. Люди тысячелетиями носили кожу, пользуясь ее качествами, такими как прочность. И она считается материалом сильных мужчин. Так что, если вы хотите что-то изменить, тогда, возможно, кожаная куртка сможет вам помочь. Может, замша. Привнесите что-то, что посылало бы сигнал силы. Другой способ легко добавить кожу в ваш гардероб, это кожаный рюкзак или кожаный кейс и многие другие варианты. Далее у вас должен быть ваш фирменный аромат. Это те духи, которые вы выбрали себе сами. Это такой аромат, с которым вам хорошо, вы уже испробовали его. И он говорит за вас, когда вы входите в помещение. Или это что-то более весеннее или летнее. А может, вам плевать, и вы просто хотите всех удивить ароматом, который вам нравится. Но некоторым он может быть неприятен, зато другие скажут, «О боже, я хочу подойти поближе к этому парню». Суть в том, чтобы выделяться среди других, найти то, что выделяло бы вас. И мужчина вполне способен подобрать уникальный аромат. Многие мужчины не интересуются этой темой. Так что найдите то, что работает для вас, и используйте это. Следующие три вещи я совместил. Это свитера, замша, фланель. Что у них общего? Текстура. Вот в чем дело. Текстура – это то, к чему люди тяготеют. Если мы говорим о свитерах, то есть кашемир, есть первоклассная шерсть. Что-то такое, чтобы, когда девушка проходила мимо, она не могла удержаться, чтобы не потрогать его. Скажем, вы знакомы через друзей, но никогда до этого не общались. Ей просто хочется потрогать этот красивый свитер, который отлично на вас выглядит. Вы ей и так нравились, но теперь она точно уже не сможет удержаться от того, чтобы приблизиться к вам. Или это замшевая куртка. Она выделяет вас на общем фоне. Да, кожаные куртки – это круто, но замшевые куртки еще круче. Конечно, с ними надо быть аккуратнее во время плохой погоды. Но это та вещь, которая выделяет вас среди всех остальных, когда вы ее надеваете. Когда вы знаете, как носить замшу, особенно если это необычный цвет. Скажем, фиолетовый, темно-зеленый, темно-коричневый или шоколадный. Неосознанно она хочет к ней прикоснуться или подойти поближе. И фланель. Вы заметили, на мне сейчас не фланель, а шерсть. Но у нее зачесанная поверхность, очень похожая на фланель. Чаще всего можно встретить фланелевые брюки. Очень простые. Но, скажем, вы сидите рядом с коллегой по работе, с которой давно хотите заговорить. И опа, она даже не понимает, что она делает. Она трогает ваши брюки, трогает вашу ногу, только потому что ей нравится, как это выглядит. Далее в списке яркие туфли. Видите, какая у меня в руке комбинация? Это броги вместе с синей замшей. Так что, как только она увидит такие, она скажет, отличные туфли. Вот вам и начало беседы. Это могут быть и кэжуал лоферы. Посмотрите на эти, у них перфорированная кожа. Так что, да, она заметит такие туфли, и она подумает, кто этот парень? Он следит за тем, как он выглядит. Это могут быть и простые классические туфли, но они из необычной комбинации цветов, которые выделяются на общем фоне. Далее в списке, это джинсы, которые на вас хорошо сидят. Хочу, конечно, предостеречь вас, но вам, пожалуй, потребуется стройное тело. Как бы вам не надо обладать прямо атлетическим телом, но стройное тело, да, это то, что надо. Суть в том, что большинство мужчин носят джинсы, которые слишком большие на них. Потому что мы привыкли носить то, что нам кажется удобным, и вот на нас уже мешковатые джинсы. Так что вы можете попробовать уменьшить немного размер. И тут я имею в виду не пояс, пожалуй, вам могут понравиться более узкие джинсы. Я не имею в виду облегающие, так что если вы носите широкие джинсы со времен школы, тогда можете попробовать просто прямые джинсы. Когда вы пробуете стиль, который до этого не пробовали, то на первый взгляд это может показаться вам неудобным. Но это не так, вы просто не привыкли к такому. Вы ведь никогда не носили джинсы, которые вам по размеру. Так что купите джинсы, которые бы показывали, что вы заботитесь о своем внешнем виде и привлекали внимание. Далее у нас идет куртка стиля милитари. Первым делом это оливковый зеленый. Это отличный цвет, но все дело не в самом цвете, а в карманах. Если бы у меня были палиты тут на плечах, такие можно встретить на классическом тренче, они бы увеличили мне плечи. А карманы в этой зоне, они придают объем груди. Вам может понравиться такая вещь, которая на вас хорошо сидит. Фишка в том, что вещи, у которых есть военная история, они очень привлекательные и помогают вам выделяться. Далее, господа, идут ботинки. Да, мы любят их. Но что им нравится в ботинках? На самом деле много чего. Итак, посмотрим на материал. Это кожа, но если мы взглянем в целом на их вид, это очень сильный мужской дизайн. Прикол в ботинках, это надевать их в подходящую ситуацию. Если же вы не хотите выглядеть как придурок, надевая casual ботинки вместе с формальным костюмом, да, конечно, когда плохая погода, то вы можете надевать определенные ботинки, такие как, например, Челси. Но в целом, ботинки привлекательные, потому что они ассоциируются с силой и мужественностью. А также добавляют вам немного в росте из-за своего каблука. И, конечно, друзья, не забываем про классический костюм. Костюм, по своему определению, это пиджаки-брюки, сделанные из одного и того же материала. Но на самом деле костюм это гораздо больше. Думайте о нем как о броне. Когда вы надеваете костюм, то начинаете чувствовать себя увереннее. Вы выглядите выше, потому что монохромный образ позволяет глазам бегать вверх и вниз. Он формирует вам плечи. Да, это делает вас выше. Ваша талия выглядит уже. Девушки видят вашу уверенность, они видят, как покачиваются ваши плечи, и это их манит. И, конечно, друзья, улыбка. Делайте контакт взглядом. Какие правила контакта глазами? Я подготовил для вас видео. В нем я рассказываю о правилах контакта глазами для мужчин. Говорю о процентных соотношениях, которые необходимо соблюдать, когда вы говорите с женщиной или с публикой. Все в этом видео. Ссылку я оставлю в описании. Продолжение следует...